Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Уллправда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. Выход на Бахрейн и уникальная экономическая зона на воде. Успехи и планы Ульяновского региона озвучили на форуме «Сделано в Ульяновской области». Обманутые дольщики получат квартиры, а застройщики – земли под коммерческую недвижимость. Жители правой бережи Ульяновска получат чистейшую воду за 11 миллиардов рублей. Стачка 2019 в Ульяновске позволила заглянуть в будущее. Формирование производственных цепочек, кооперации между малым бизнесом, крупными компаниями и инвестиционными проектами. В Ульяновской области прошел форум производителей «Сделано в Ульяновской области». О площадках, участниках, инвестиционных соглашениях и амбициозных планах в нашем видеоматериале. От товаров до услуг. Суше полутора тысячи представителей малого и среднего бизнеса собрались на ежегодном форуме производителей «Сделано в Ульяновской области». Основных целей две – обменяться опытом и показать экспортный потенциал Ульяновского региона. Форум проходит в Ульяновске в пятый раз. Кто-то из производителей презентует свой товар впервые, некоторые ждет завсегдатый. Например, компания-производитель детского игрового оборудования, которое на рынке представлено последние 12 лет. Со слов учредителя, за все время форума фирма обзавелась немалым количеством партнеров. В этом году компания сделала акцент на производстве детских площадок в эко-стиле. Каждый год участвуем в этом форуме. Мы приобретаем как заказчиков, так и выгодных поставщиков. Сегодня я, допустим, познакомился с руководителем предприятия, которое производит очень интересный материал. То есть это модифицированная древесина. Мы договорились о встрече, чтобы детально уже обсудить возможное сотрудничество. С экспозицией форума мог ознакомиться любой житель региона. Вход на мероприятие свободный. Пообщался в неформальной обстановке, а местами продегустировал, а также испытал на себе продукцию местных производителей губернатор Сергей Морозов. В его же присутствии подписали ряд федеральных и международных соглашений. К слову, ежегодно на форуме заключается контракт на поставку продукции на сумму свыше 200 миллионов рублей и около полутора миллионов долларов США экспортных контрактов. В этом году региональная корпорация развития промышленности и предпринимательства одними из первых узами дружбы прямо на форуме связала себя с Ассамблеей народов Евразии. Ассамблея обеспечивает свободное перемещение товаров, услуг на всем евразийском континенте. В первую очередь это касается стран Евразийского экономического союза. Сегодня подписываем соглашение с целью оказания взаимной поддержки по продвижению нашей деятельности. В нашем случае это уставная деятельность, а у ульяновских коллег это цель и задача корпорации. Выход ульяновских производителей на рынке Юго-Западной Азии обеспечил меморандум, подписанный между корпорацией Ульяновской области и корпорацией Малого и Среднего предпринимательства Королевство Бахрейн. У нас ассоциация помощи малого и среднего бизнеса. Прогуливаясь по площадкам форума, я сканирую местный рынок. Заинтересовали как текстильная продукция, так и производительные и строительные фабрики. Сейчас мы обдумываем создать платформу для производителей, которые будут заходить на рынок Бахрейна. Успехи и планы обсуждали уже на заседании Совета по развитию экспорта, который прошел в рамках деловой части форума. Так, внешний торговый оборот региона за прошедший год вырос до полутора миллиардов долларов, из них прямой экспорт составляет 800 миллионов долларов. В общем, экспорт увеличился до 13,5%. Это в два раза больше, чем пять лет назад и в пять раз выше, чем 15 лет назад. И что на мой взгляд самый важный показатель, что 94% всего экспорта составляет ни сырьевой, ни энергетический экспорт. То есть фактически регион, не имея, так скажем, сырьевой ресурса, ни нефти, ни газа, достигает достаточно высоких показателей по темпам роста экспорта, по развитию именно высокотехнологичной продукции. На совещании глава области обозначил пять стратегических задач, благодаря которым в ближайшее время регион должен выйти на уровень 2,5 миллиарда долларов прямого экспорта. Среди них создание торгово-логистических хабов в Европе. Это современная инфраструктура для транспортировки, складского хранения и продвижения товаров в приоритетных странах агентами и дистрибуторами. Первый хаб Ульяновской области обустроили два месяца назад в Чехии. Уникальную экономическую зону создадут и на берегах Волги. Ядром проекта станет новый речной грузовой хаб, который мы построим в Левобережье на существующей площадке около Президентского моста. Логистический терминал на Волге поможет развивать экспорт, прежде всего сельскохозяйственного экспорта. В перспективе планируется экспортировать товары не только агропромышленного комплекса, но и строительной отрасли, а также другие товары, востребованные на мировых рынках. Ринат Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды. Договор на высшем уровне. Областное правительство одобрило ряд изменений в региональное законодательство, которое поможет решить проблему с обманутыми дольщиками. Подробности в нашем сюжете. Сегодня в Белом доме прошло заседание правительства. На повестке дня значились ряд важных тем. В первую очередь решались проблемы обманутых дольщиков. Так, с 1 июля в соответствии с решением Госсовета от 12 февраля официально начнет работу Фонд защиты обманутых дольщиков. Ресурс станет самостоятельным юридическим лицом и на законных основаниях сможет решать вопросы по завершению строительства домов, попавших в список проблемных. Мы завершаем процедуры по утверждению порядка. Предоставление субсидий 30 апреля мы готовы представить на рассмотрение в окончательном варианте. То есть тот ряд мер, которые были направлены на завершение строительства этих домов, мы практически идем в графики и я полагаю, что в установленном порядке все документы будут представлены. Также единогласно был одобрен законопроект, расширяющий перечень мер поддержки компаниям, которые завершат строительство проблемных объектов. Они смогут получить право на земельный участок на льготных условиях не только под возведение жилья, но и под коммерческую недвижимость. На самом деле решение очень-очень важное, поскольку мы расширяем перечень компаний-инвесторов, средства которых может вылечь не только строительство, компания, которая является застройщиками в сфере жилищного строительства, но и девелоперс, то есть в сфере коммерческих недвижимости. В этой части мы на самом деле расширяем спектр компаний, с которыми мы можем работать. Еще один законопроект касался продления снижения налоговой ставки с 6% до 1 по эти компаниям, которые попадают под действие упрощенной системы налогообложения. Понятно, что возникает вопрос, каким образом мы будем покрывать вот эти выпадающие доходы. У нас уже есть опыт работы этого законопроекта, сейчас мы его просто продляем. И в связи с тем, что появляются у компании свободные деньги, они направляют их на выполнение дополнительных проектов, и в связи с этим они принимают на работу новых сотрудников. И таким образом перекрытие происходит за счет НДФЛ. Члены правительства также одобрили ряд законопроектов, касающихся внесения изменений в программу управления госсобственностью, формирования благоприятного институционного климата и должностных обязанностей мировых судей. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Накануне в Ульяновске прошло заседание регионального общественного совета проекта «Чистая страна». К обсуждению присоединились председатель комитета Совета Федерации Сергей Рябухин и депутат Госдумы Марина Беспалова. Что ждет ульяновцев, разбирался наш корреспондент. Вот уже много лет жители правобережной части Ульяновска ждут воду, а точнее очищенную артезианскую, соответствующую санитарным нормам. Об обеспечении качественного водоснабжения говорили члены партии «Единой России» и представители городской администрации и правительства. Вопрос о резервном водоснабжении отражен в постановлении Совета Федерации в рамках дней Ульяновской области. Проект подразумевает освоение Свияжского месторождения подземных вод и строительство резервного водозабора. Его стоимость составляет около 11 миллиардов рублей. Поэтому для региона важно войти в федеральную программу «Чистая вода» и получить софинансирование. Ульяновский водоканал муниципального предприятия получили в свое время лицензию. Они ведут разработку, геологические изыскания Кузоватовско-Барышевского пласта. И на сегодняшний день есть возможность войти в федеральную программу. Мы уже практически вошли в федеральную программу получить софинансирование для того, чтобы построить новый водопровод и получить хорошую и качественную воду для обеспечения жителей города Ульяновска, в том числе правобережья и прилегающих муниципальных образований, качественной питьевой водой. Чтобы обеспечить жителей артезианской водой, необходимо пробурить 22 скважины и проложить 56 километров водовода. Это позволит обеспечивать город стами тысячами кубов чистой воды ежесуточно. Для этого надо на конкурсных условиях, процедурах определить проектную организацию. Будет Москва или Санкт-Петербург получить проект сметной документации и вписаться в федеральную целевую программу «Чистая вода». До конца этого года планируется разработать проект на сметную документацию. Ее стоимость составляет порядка 200 миллионов рублей. Анна Тищенко, новости Ульянской правды. На базе Центра профессиональной подготовки УМВД России по Ульяновской области прошел региональный этап конкурса профессионального мастерства среди сотрудников полиции. В соревнованиях приняли участие более 100 сотрудников органов внутренних дел. Полицейские показали свое мастерство в знании специальной, технико-криминалистической и огневой подготовке. А также продемонстрировали навыки оказания первой медицинской помощи и применения боевых приемов борьбы. Справились стражи правопорядка и с кроссом в дистанции на 1 километр. Победители представят Ульяновскую область на всероссийском этапе конкурса профмастерства. Международная IT-конференция «Стачка» проводится в Ульяновске уже не первый год. И каждый раз мероприятие проходит по-новому. В этом году форум ориентирован на вопросы будущего. На «Стачке» звучат не только доклады, но и обсуждается будущее. Почему это настолько важно для IT-сферы в материале Ринаты Алиуловой. В этом году «Стачка» бьет все рекорды. Еще несколько часов и Ленинский мемориал просто будет переполнен людьми. 5000 участников, десятки спикеров и обучающих программ, которые ориентированы на будущее в области информационных технологий. В этом году «Стачка» другая и качественная, и количественная. То, что касается качества, то есть в этом году «Стачка» сориентировалась на решение вопросов будущего. То есть здесь не только доклады традиционные, которые несут знания, опыт, что, собственно, тоже бесценно, да, но и обсуждение будущего, обсуждение того, что ждет нас за горизонтом. Для IT-сферы это очень важно, потому что IT и само трансформирует все сферы жизнедеятельности, меняется очень быстро. Организаторы IT-конференции делают ставки не только на будущее отрасли, но и на подготовку кадров. Как заявляют эксперты организации «Цифровая экономика», в 2024 году количество мест в российских вузах на IT-специальности увеличится до 120 тысяч. Это в 7 раз больше, чем 2 года назад. В программе «Цифровая экономика» значимость кадровых вопросов, она очень большая. Почему? Потому что информационные технологии, это в отличие от нефтяной индустрии, там вот нефть нужна, нефтепроводы, да. Здесь она, компьютерная программа, я люблю говорить, состоит из нуля единиц, их запас в природе не ограничен. Поэтому одна там IT-компания от другой, она чем отличается? Каких сотрудников набрал, как организовал их работу? По мнению Нуралиева, для поиска кадров важно найти контакт с образовательной системой, причем о том, что информационная технология, современная, интересная и перспективная отрасль, нужно рассказывать уже со школьной скамьи, на примере тех же современных продуктов интернет-технологии. Этим активно занимаются, к примеру, разработчики Яндекс.Учебника, онлайн-сервисы для учителей начальной школы, цифровой задачник, где собрано свыше 12 тысяч заданий по математике и русскому языку, помогают педагогу выстраивать индивидуальные траектории обучения внутри одного класса, плюс экономить время на проверку заданий и подготовки к урокам. По системе, разработанной в 2017 году, сегодня работают в 24 регионах страны, включая Ульяновскую область. Яндекс.Учебник позволяет отработать навыки, то есть он не заменяет ни учителя, не заменяет традиционный учебник и методику преподавания в начальной школе. Все задания в Яндекс.Учебнике разрабатываются экспертами, авторами и методистами с привлечением ученых, ведущих университетов России. Стачка – это не только про новые тренды и актуальные вопросы отрасли. Форум позволяет обратить внимание на IT, как на бизнес, который готов взаимодействовать с властью. Именно поэтому торжественная церемония открытия конференции началась с передачи манифеста, подписанного руководителями крупнейших IT-компаний о социальной ответственности и честной игре по отношению к государству. В свою очередь, правительство идет навстречу, в частности, продлевая до 2030 года действия закона о налоговых льготах. Мы приняли решение о том, что мы снижаем ставку упрощенной системы налоговложения с 6% до 1%. В течение предыдущих трех лет компании пользовались этой льготой и они доказали свою эффективность. Мы сегодня рассмотрели на правительство проект закона, который позволяет продлить данную меру государственной поддержки. Надеюсь, депутаты нас поддержат в этом начинании. В этом году впервые весь третий этаж специально для стачки переоборудовали под зону нетворкинга. Здесь все условия, чтобы завязать контакт в перерывах между докладами со спикерами лично в неформальной обстановке. Впервые за 8 лет форум вышел за пределы Ленинского мемориала. Одна из образовательных площадок работает еще и в педагогическом университете. Ринат Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды. В Ульяновске прошел чемпионат региональных учительских команд. Ключевое отличие данного мероприятия – это продемонстрировать умение работать в команде. И это неспроста, так как не все педагоги могут быстро перестроиться с индивидуальной работы на командную. В четвертый раз Ульяновск принимал чемпионат региональных учительских команд. Или, как его называют сами работники образования, в шутку и для краткости – Чирук. В этом году его участниками стали педагогические объединения из 17 регионов страны. В каждой команде по три учителя. Все вместе они должны продемонстрировать своим коллегам все свои лучшие навыки и находки. Нам очень приятно, что именно на Ульяновской земле зародился этот чемпионат. Мы, по сути, создали новую традицию, новый бренд для Ульяновской области – это учительские команды. Этим конкурс отличается от других педагогических состязаний, таких как «Учитель года». Умение действовать в команде – основной принцип, который лежит в основе чемпионата. Это отмечают и сами учителя. Для них перестроиться индивидуальная работа на командную не всегда просто. Командная работа – это и взаимоподдержка, и взаимное прикрытие, часто бывает такое, и, естественно, взаимное стремление к результату. То есть, когда даже один человек отчитывает, что-то говорит, мы понимаем, что он говорит не только от своего имени, не только от имени участников команды, но и от всего клуба «Учитель года» Ульяновской области. Потому что мы старались в том, что мы показываем, продемонстрировать опыт всей области. Чемпионат проходил под девизом «Умное образование – умный регион». Изменение образования в лучшую сторону невозможно добиться без использования лучших практик. Об этом учителя говорили на встрече с губернатором Сергеем Морозовым, который, кстати, был инициатором проведения чемпионата. Вы являетесь лидерами, цветом нашей образовательной нации, но я еще повторяю о том, что умное образование, умный регион – это уже не будущее, а настоящее. И очень бы хотелось, чтобы вокруг вас как можно быстрее и в большем количестве расходились круги. Педагоги обратились с несколькими предложениями главе области. Например, помочь в разработке кодекса поведения учителей в социальных сетях. Предложили собрать в Ульяновске на следующем чемпионате представителей всех регионов страны. Если посмотреть на историю конкурса «Учитель года», то в первом конкурсе 30 лет назад участвовало всего 25 субъектов. Уже несколько лет подряд, 5, наверное, лет, участвуют все регионы Российской Федерации. Нужно время. Но и динамика, мы наблюдаем за динамикой и видим, что количество регионов, которые участвуют в этом конкурсе, увеличивается. Губернатор пообещал, что обязательно поднимет этот вопрос перед своими коллегами. В свою очередь, глава области предложил педагогам принять участие в разработке регионального закона о статусе учителя. Его проект пообещали опубликовать на страницах учительской газеты и привлечь к обсуждению всю страну. Егор Титов, Юрий Ломатов, новости дня «Ульяновской правды». Сегодня нотариус отмечает профессиональный праздник – День Нотариата России. Ульяновские работники юридической сферы решили отметить его необыкновенно и вместо беззаботных гуляний устроили субботник в аллее на Среднем Венце. Об особенностях нотариального отдыха подробнее в нашем материале. Ульяновские нотариусы вышли из кабинетов и взяли в руки грабли с лопатами. В свой профессиональный праздник они решили навести красоту на Среднем Венце. Место выбрано не случайно. 5 лет назад аллея была передана под опеку местной нотариальной палате. В 2014 году мы установили здесь детскую площадку, посадили 33 рябинки. Но не все они прижились, к сожалению. Но мы каждый год ежегодно сюда привозим песок в обязательном порядке, сажаем деревья, чистим, убираем. В этом году ульяновской нотариальной палате исполняется 25 лет. В честь юбилея трудолюбивые юристы решили установить пару новых скамеек. Этим и занялись сразу после уборки местности и высадки молодых деревьев. Один из активистов, Адель Нигматуллин, надеется на порядочность местных жителей, ведь он и его коллеги вкладывают душу в благоустройство. Мы это делаем от души, от всего нашего сердца для жителей города Ульяновска. И хотелось бы в ответность, чтобы следили тоже, чтобы не портили, чтобы лавочки эти стояли, приносили пользу людям, чтобы они служили долго верой и правдой. Нотариальная палата занимается не только облагораживанием своей территории. Специалисты активно помогают населению. В частности, детский дом «Гнездышко» уже несколько лет находится под их шефством. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости ульяновской правды. В этом году главный христианский праздник выпадает на 28 апреля. Соблюдают ли традиции православные ульяновцы? А главное, как безопасно для своего организма вновь возвращаются к обычным продуктам? Подробности в нашем опросе. Скажите, вообще, как обычно вы ходите из пастов? То есть резко переходите к обычным продуктам, резко какой-то режим питания? Да нет, я как-то не задумывалась над этим. Ну, как всегда, на Пасху первым делом яйцо крашеное, а потом, ну, творог. Потом так тихонько все получается, никогда у меня никаких проблем не возникало. По мере возможности, то есть по состоянию здоровья. Я не ем мясо, не ем яйца, не ем молочное, я ем. Как обычно вы ходите из паста, переходите к обычному режиму питания вообще резко, плавно? Да нет, плавно не получается. Потому что Пасха же вроде, гости приходят, надо готовить. Да, эта неделя самая такая жесткая, надеюсь, выдержу. Как обычно вы ходите? Какой-то рацион питания, потом соблюдаете, чтобы резко не перейти на какую-то другую пищу после паста? Постепенно начинают с молочки, потому что охотится творог со сметаной. А потом уже постепенно, постепенно к мясу. Сначала к курятину, а потом только к говядину. Свинину не употребляю вообще. Да, с начала поста я ходил в церковь, причастился и держу пост, вот жду Пасху. Не ем мясо я в общем, я ем только овощи, фрукты и все. А потом как в обычный режим ходите? Спокойно, спокойно, так же суп, как летка и прочее, прочее. Все, спасибо. Ну, пост дает себе, знаете, тот, что вес теряется сразу, калории вот эти все, потому что мясо – это белок. Да, соблюдаю. Уже не первый год. Что вы кушаете во время поста и как потом будете? Ну, в основном это овощи, так как если кушать очень много углеводов, это в основном в пост едят одни углеводы. Чтобы не поправиться, больше овощей кушать. Помидоры, огурцы, цветную капусту, зеленый горошек. А как потом, после поста? После поста выходить лучше потихонечку, сразу не наедаться, потому что будут проблемы с желчным пузырем, потому что целый месяц не есть мясо, потом будут проблемы с печенью. В выходные дни в Ульяновске ожидается резкая смена погоды. В субботу будет тепло и солнечно, а вот в воскресенье ожидается существенное похолодание. Днем температура составит плюс 14 градусов, а ночью столбик термометра опустится до минус 1. Высокая вероятность дождя. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале allpravda.ru по будням 18.50. Хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok